Общество любителей отечественной словесности, первое литературное общество по Волжье, было основано здесь, в Казанском университете. 12 мая, день памяти русского писателя Сергея Аксакова. В обществе любителей отечественной словесности он сделал свои первые шаги. И сегодня у нас вместе с вами уникальная возможность в отделе рукописи редких книг в научной библиотеке имени Николая Ивановича Лобачевского познакомиться с очерком «Буран», который знаменовал собой начало писательской деятельности Сергея Аксакова. Начало 19 века. В России время либеральных реформ Александра I, производившего политику просвещенного абсолютизма. Дней Александровых прекрасное начало ознаменовалось в частности подписанием в 1804 году указа об основании императорского Казанского университета. Создан Казанский императорский университет был на базе императорской гимназии, основанной в 1759 году. 1806 год. Создание общества любителей отечной словесности. Оно было первым научным и творческим обществом при Казанском университете. Общество любителей отечной словесности было создано на пять лет раньше общества любителей российской словесности при Московском университете и стало предшественником других научных объединений Казани. Основной целью работы общества провозглашалось ревностное желание членов его усовершенствовать себя в литературе. Необходимо отметить, что в первые десятилетия 19 века литературные общества, салоны, кружки играют огромную роль в культурной, литературной, общественно-политической жизни России. Творческие, литературно-художественные, общественные, научные объединения возникают как в обеих столицах, так и в провинции. Достаточно назвать такие организации, как Вольное общество любителей словесности, наук и художеств, Санкт-Петербург, 1801 год, Общество любителей российской словесности при Московском университете, 1811 год, Общество любомудрия, 1822 год и другие. В этих обществах обсуждались актуальные для своего времени проблемы литературы и искусства, выкристаллизовывались новаторские, общественные и философские идеи. Перед нами альманах 1834 года, Деница, где русский писатель Сергей Аксаков опубликовал свой первый очерк «Буран». Он, собственно, и ознаменовал начало его писательской деятельности. Мы с вами открываем. Здесь Деница, альманах, университетская типография. И вот на странице «Содержание» мы можем найти очерк Деница под девятым номером на странице 191. Ну и перед нами черновики писем нашего русского писателя Сергея Аксакова. Среди прочих, письмо Аксакова профессору Казанского университета Петру Сергеевичу. Получено 15 августа 1811 года. Большое значение для развития казанского общества любителя отечественной словесности имела деятельность Петра Сергеевича Кондырева, который был секретарем общества и одним из авторов устава. Он аккуратно вел переписку с иногородними членами общества, отсылая произведения с исправлениями, замечаниями, всегда выдержанными, в доброжелательном тоне, тщательно фиксировал все заседания, количество рассмотренных и обсужденных произведений, количество участников, то есть выступал в качестве секретаря, рецензента, редактора и даже наставника. Помимо художественной литературы Сергей Аксаков писал и прикладную. Его любимыми развлечениями были охота и рыбалка. Именно этим занятием он посвятил несколько своих книг. Про книги Сергея Аксакова Чернышевский говорил, что в них природа чувствуется на каждой странице. Самобытный язык произведений, полность самоцветов народного словаря и способность изображать природу и человека в одном неразрывном единстве. Вот достоинство, благодаря которым его произведения и сейчас читают все, от дошкольников до ученых. Писатель свободно владел тремя иностранными языками – немецким, французским и английским. Высокие традиции словесной культуры, царившие в обществе любителей отечественной словесности, были предложены Сергеем Аксаковым, чей дом в Москве в середине 19 века становится одним из центров творческой интеллигенции. На его субботах бывали известные писатели, критики, журналисты, актеры и музыканты. Как говорил римский политический деятель, оратор и писатель Цицерон, дом, в котором нет книг, подобен телу, лишенному души. Так что до новых добрых встреч в библиотеке. Ведь свобода существует за тем, чтобы ходить в библиотеку.